Сегодня мы будем говорить о картине «Пасхальная ночь» выдающегося русского художника Николая Константиновича Рыриха. Картина была создана им в Индии в 1934 году. Но, глядя на нее, вы никогда не скажете, что она для вас чужая. Она очень русская. И не только по своему сюжету, но по своему настроению, впечатлению, которое выразил в ней художник. Прожив два десятилетия в Индии, он создавал русские по духу картины, в которых ощущается его причастность к судьбе Родины, русского народа. Переживание его исторической судьбы. Рырих очень хотел, чтобы эта картина попала на родину, в Россию. И действительно, пройдет много лет, и в Москве откроется общественный музей имени Николая Константиновича Рыриха. Меценат музея приобретет эту картину на аукционе и передаст ее в музейную экспозицию, где она займет свое достойное место в зале, посвященном России. Но прежде чем мы будем говорить о самой картине, о ее символике, необходимо вспомнить, в какое время она создавалась, что предшествовало ее появлению. Сегодня нам важно понять, насколько художник чувствовал время, что он переживал в нем. Время создания картины — это исторически очень сложное время. И у нас в стране, и в мире. Великая депрессия в начале 30-х годов в Америке. Глубокий кризис, который охватил тогда европейские страны. Также в Европе поднимал голову фашизм. На Дальнем Востоке шла война между Японией и Китаем. Произошла японская интервенция в Манчжурии. В мире было очень тревожно. И все события указывали на то, что мировая война неминуема. Николай Константинович все это хорошо понимал. Понимал и то, что его родине, России, доведется перенести в будущей войне очень тяжелые испытания. И в противовес всем этим движениям, настроениям, мировым событиям, еще в 1929 году Рерих предложил мировой общественности проект «Пакта за сохранение культурного наследия». В начале 30-х годов в Европе и в США, несмотря на все кризисы, были проведены три международные конференции в поддержку «Пакта Рериха». А в 1935 году он будет торжественно подписан официальными представителями стран Южной Америки и США. О нем благожелательно откликнулись многие деятели культуры и ряд государственных деятелей на Западе и на Востоке. Так один человек, Николай Константинович Рерих, делал все возможное, чтобы переключить внимание мировой общественности на культуру, так как «Пакт» выражал собой высокий культурный идеал. Что же тогда было в России? Шла борьба с религиозными представлениями, иконоборчество, преследование, инакомыслие, массово разрушались культурные ценности. Идеи «Пакта», связанные с сохранением культуры, были, как мы сейчас это понимаем, очень нужны тогда. И Николай Рерих в своих произведениях развивал эти идеи, утверждая общечеловеческие ценности, укреплял культурные традиции и, самое главное, нравственное начало в человеке. В картине, созданной в те годы, не чувствуется тревоги, которая начинала охватывать тогда мировое сообщество. Художник сознательно противопоставлял создаваемые образы начинавшемуся мировому безумию. Когда Рерих начинал работать над «Пасхальной ночью», им уже в те годы были созданы такие картины, как «Звенигород», «Христос в пустыне», «Сошествие в ад», «Странник светлого града», где прозвучала тема пути, поиска града светлого и многие другие картины. В каждой из них у него утверждалась тема духовного подвига, духовного строительства, духовной битвы. Переживая за Россию, Рерих своим искусством напоминал ей о тех вечных устоях, которые формировали ее духовную традицию, ее культуру. И это было то, что помогло бы ей выстоять трудные годины ее непростой исторической судьбы. Несколько общих слов о сегодняшней картине. Она известна еще в одном более позднем варианте уже военного времени 1942 года под названием «Святая ночь». Оба варианта разные по своим внутренним задачам. Но и в том, и в другом мы видим северное ночное небо. На фоне неба белеет храм. В нем идет торжественная литургия. От горящих свечей, кажется, все пылает внутри храма. И этот огонь начинает изливаться наружу рекой, как бы растекаться волнами, захватывая все большее пространство. И глядя на этот сюжет, вы начинаете понимать, что художник не бытописатель, а его волнует совершенно другое. Надо сказать, что Николай Константин Черерих – яркий представитель русского Серебряного века. В это время, конец 19-го, начало 20-го века, он формировался как художник, как мыслитель, как общественный деятель. Вспомним, какой удивительной была та творческая среда с ее напряженными исканиями смысла искусства, эстетических и нравственных идеалов. Еще до революции в России эта среда напитала мысль творчества многих замечательных деятелей культуры. Но все-таки отношение Рериха к искусству и его задачам отличалось от того, что мы видим у его современников. Этому способствовали и глубокие познания русской истории, практика археологических изысканий, многочисленные путешествия по древним русским городам, интерес к традиции, истоки которой глубоко уходили в духовную культуру Руси к образам русских странников, устремлявшихся в поисках Града Светлого и его правды. В 20-е годы известный искусствовед Александр Ростиславов писал, что, может быть, Рерих – один из самых интересных современных наших художников. Он у нас один, совершенно один. В искусстве Рериха мы встречаем нечто большее, чем у его современников. В поиске художникам изобразительных форм сказывалось его стремление на языке нового времени, новых символов, представлений, сказать о духовной силе и нравственной красоте народа, о его трудах и высоких стремлениях. Но сказать об этом надо было новым изобразительным языком, на котором можно было свободно раскрывать новые грани знания. Все лучшее, чего достигла мировая, философская, научная и культурная мысль, что на художника каким-то образом влияло, было им творчески переработано. Еще мало исследована такая особенность его искусства, которая отразилась в том, что он вместил все лучшее, что было достигнуто именно в искусстве разных эпох и художественных школ, когда это искусство поднялось в своем развитии до совершенных пропорций линий образов в античности и эпохи Возрождения, до современных Рериху поисков передачи цвета и глубины пространства, а также смыслового наполнения картины. Помимо утверждений русской национальной самообытности в творчестве Рериха присутствуют идеи русского космизма, идеи соборности. Поиски духовных ценностей вели его мысль от русской философии к восточной и были связаны с пониманием единства человека и мироздания, всеединства сущего. Но кульминацией его искусства стало отражение в нем идей живой этики, философии, несущей космическое мировоззрение, целостное постижение мира. В живой этике человек, природа и космос — единая система, в которой каждое явление рассматривается с точки зрения взаимодействия духа и материи и с точки зрения энергетики такого взаимодействия. Это позволяет выявить реальный смысл явления, определить его место в пространстве культуры. И добавим в пространстве искусство, определяя его всемирное значение и важнейшую задачу — нести людям свет знания, нести людям свет красоты, но не в ее обыденном смысле, а поистине в космическом. Идеи живой этики наложили свой отпечаток на все творчество Рейриха и помогли ему увековечить в искусстве самобытный, неповторимый образ России. В свое время еще один искусствовед Эрих Галербах отмечал, что имя Рейриха стало обозначать целый космос, творческой волей художника, вызванной к жизни, целый мир образов глубочайшего значения, одушевленной мудростью в античном смысле слова. Конечно, Рейрих был художником очень больших знаний, подобно великим мастерам прошлого, гениальным художникам, обессмертившим свои эпохи. Но все же в его искусстве сила обобщения в создании образа достигает каких-то невероятных границ, приближаясь почти к первообразам. Создаваемые им образы глубоко философские, которые заставляют думать, вникать в великую книгу природы, сопоставлять происходящие в ней процессы с жизнью человека. В записях Николая Константиновича можно обнаружить слова великого Леонардо да Винчи об искусстве, которые для самого Николая Константиновича были ведущими, некой точкой отсчета и ключом к пониманию его творчества. В этих записях говорится, живописец должен быть всеобъемлющ. Продолжая то, что начал Бог, стремись умножить не дела рук человеческих, но вечные создания Бога. Пусть каждое твое творение будет как бы новым явлением природы. И вот здесь просматривается высшая цель искусства приближаться к наивысшему творению, отражать в себе подлинное знание и подлинную красоту, утверждая духовное начало в человеке. Вспомним, что в русском искусстве до Рериха представления о пасхальной ночи, подобного тому, который создал художник, не было. Если мы проследим традицию живописания крестных ходов, особенно на Пасху, у русских художников 19-го и начала 20-го века, например, у передвижников Репина, Перова, Прянишникова, и даже у такого мир-искусника, как Кустодиев, канун Пасхи, то увидим, насколько даже в этом последнем случае подход Рериха, который тоже был мир-искусником, отличается. У него принципиально иное видение мира, другое его восприятие, другое его осмысление. Если задачи русско-исторической живописи сводились к воссозданию картин прошлого, то для Рериха прошлое, отраженное в фольклоре, мифологии или в реальной жизни, в ее традиции, было источником, в котором он искал то, что вечно, что перейдет уже в будущее и станет для него надежной опорой. Художник вносит в наше сознание что-то непостижимое, тесно связанное с темой воскресения, что осмыслить во всей глубине, пока мы не можем. Мы можем только бесконечно приближаться к этому пониманию, что есть воскресение, победа над смертью, а значит, вечная жизнь, которая не прекращается ни на мгновение. Перед нами воплощенная в красках идея, связанная с вечностью, бесконечностью, вневременностью. Рерих нас заставляет думать об этом. Он создает совершенно новое в истории искусства пространство, наполненное новой мыслью и новым отношением к реальности. Обратите внимание, как в картине пространство организуется, как создана композиция. Рерих был признанным мастером композиции. Блестящим сценографом, великолепно владеющим приемами построения пространства. Прежде всего, он использует традиционный метод третей и по диагонали, и по вертикали, что придает картине динамику, движение. Внизу картины, в ее нижней части, в нижней трети, мы видим поток людей. Линия горизонта низкая, и две трети картины, верхних две трети, занимает звездное небо. Причем карта звездного неба воспроизведена художникам абсолютно точно. Половину звездного пространства занимает храм с центральным образом Богоматери, который держит младенца Христа. Купол храма упирается в верхний край картины, в звездную высь. И Богоматерь с Христом предстают связующим звеном между Землей и миром высшим. Картина написана с верхней точки. Фигуры людей, уходящих из храма, мы наблюдаем как бы сверху, поэтому они выглядят силуэтно. В картине использован и традиционный метод диагонали. На нисходящей доминантной диагонали, идущей из верхнего левого угла в нижней правой, мы вновь встречаем образ Богоматери и ее глаза. Если продолжить линию ее взгляда, то на этой линии будет большой крест, который несет в толпе кто-то из участников пасхального шествия. Крест огромный, несоразмерный человеку, но его несут, так же, как когда-то нес такой же крест сам Христос на Голгофу. Крест – символ распятия и страдания. И Богоматерь взирает на этот крест с великой скорбью и в великом сострадании, которое создает в картине особое духовное напряжение. Точка, с которой зритель наблюдает картину, находится почти на уровне глаз Богоматери. И это позволяет смотреть на происходящее как бы ее глазами и видеть этот крест ее глазами. Картина «Пасхальная ночь» привлекает особым художественным стилем Рейриха, в котором гармонично сочетаются глубоко изученные им традиции византийского, романского, новгородского, иконописного и мозаичного искусства. Но эта техника, достигшая в разные века своего расцвета, лишь помогает Николаю Рейриху выразить мысль, связанную с духовным совершенствованием и преображением человека. Храм северной новгородской архитектуры, рядом звонница. Образ Богоматери написан в византийской традиции конца XIV века. Это предписывает предельное уплощение, бестелесность, освобождение от всего лишнего. В образе ощущается строгость и внутренняя сосредоточенность. В нем предчувствие трагедии, молчание и боль. Это глаза живой матери, страдающей за сына, который пожертвовал своей жизнью ради людей. Это глаза матери, которая страдает за все человечество. Но нет воскресения без Голгофы. Мы приходим к пониманию великой жертвы, которую добровольно совершил Христос, запечатлев своей кровью данный им завет. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. В этом его завет человеколюбия. Когда человек несет в себе этот завет, следует ему, как истине и жизни, то можно сказать, что Христос страдал не напрасно. И на этом пути он является спасителем человечества и одновременно великим учителем для каждого из людей. Если на земной путь человека смотреть, как на Голгофу, то человек через нее должен пройти, через этот крест, чтобы возвыситься духом и этим войти в жизнь вечную. Потому Спаситель дал нам этот пример, как и все другие великие святые и подвижники, которые прошли путем самоотверженности и любви. Образ Богоматери с младенцем Христом становится смысловым центром картины, связующим человечество и космос. Как-то об одной из картин Рериха митрополит Антоний сказал «Молитва Земли не был». И вслед за ним мы можем эти же слова повторить в отношении картины «Пасхальная ночь». Говоря о воскресении, мы приходим к пониманию высших миров, о которых сказал Христос, а также приходим к пониманию человека, его души и бессмертной духовной сущности, которая нетленно определяет земную и надземную жизнь человека. В учении Востока дается пример, символизирующий связь земного и высшего миров. На примере плода или яйца, оболочка плода, которая не имеет цены, затем мякоть питающая и потому временная, приходящая и, наконец, ядро или зерно, жизненный потенциал которого вечен и несет в себе свет. Человек представляет собой символ трех миров и обычай в памятный день. Обмениваться красными яйцами несет в себе древнейший символ. Люди хотели напомнить друг другу о пути трех миров, о пути восхождения и воскресения. Воскресение и жизнь вечная разве не направляют мысль к основам бытия? Потому в жертве Христа нет безысходности, ведь смерть в ее земном понимании побеждена, а в вечности ее не существует. Воскресение это утверждение жизни во всех ее проявлениях и процессах, во всей ее всеобъемлемости. В картине линия движения потока людей от главной диагонали зрительно пересекается с тремя вертикальными линиями, деревья и часовня на дальнем плане. Эти вертикальные линии уравновешивают главную диагональ. Если следовать глазам по этим линиям вверх, они точно указывают на созвездие Большой Медведицы, которому в традиции Древней Руси и в традиции Востока придавалось особое сакральное значение. Так, сюжет картины художник соотносит с жизнью космоса, его законами, его духовным измерением. В картине особым образом оказываются связанными все ее элементы. От арки главного входа в храм наши глаза обращаются к потоку выходящих из него людей. И этот поток расходится как бы волнами, волнами спирали, которые расходятся вокруг незримой вселенской оси, представленной образом Богоматери с младенцем. Это движение происходит согласно своему космическому ритму, которые включают в себя ежегодное празднование пасхального дня, напоминая о вечном распятии и вечном воскресении, которые чередуются между собой. Здесь хотелось бы обратить внимание еще на одну деталь картины, которая придает ей исключительное значение. В картине нет замкнутого пространства. Оно открыто вверх, распахнуто. Это пространство глубинно, его нельзя измерить никакими приборами, его можно измерить только мыслью. Это пространство зрительно сформировано линией, идущей от одного купола храма, по его боковой стене, огибающей людской поток и поднимающейся к куполу другого храма. От купола до купола эта полукруглая линия напоминает чашу, напоминает моление Христа о чаше, напоминает чашу жертвы, чашу славы. На тайной вечере, подавая чашу свином апостолам, Христос говорил, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». «Доминует меня чаша сия», молился он Отцу Небесному в Гефсиманском саду. Впрочем, не как я хочу, но как ты». В Троице Рублево символ жертвенной чаши также связан с новым заветом братской любви к ближнему. Образ чаши становится тем, что определяет человеческую жизнь в ее самых глубоких, самых сокровенных проявлениях, которые эту жизнь и определяют, придавая ей нужное качество, открывая ее высочайшую миссию служения человечеству. Великое самопожертвование, самоотвержение лежит в основе бытия. Вот о чем хочет сказать и говорит нам художник, открывая великие законы жизни. Здесь мы соприкасаемся с тем, что несет нам мироощущение русского космизма и живая этика, которая синтезировала мировую философскую научную мысль и является ключом ко всем великим учениям мира. В живой этике о чаше говорится так. Символ чаши означал всегда самоотвержение. Все самое высокое во благо человечества нуждается в этом знаке. Чаша Грааля и чаша сердца, отдавшего себя на великое служение, есть самый космический магнит. Сердце космоса отражается в этом великом символе. Все образы героев духа могут быть изображены как несущие чашу. Как великий символ нужно принять утверждение чаши в каждодневности. И детей, и молодых нужно приучать мыслить о чаше и понять все многообразие образов великого символа чаши. На картине чаша немного неправильной формы. И она как бы развернута на сакральное созвездие Большой Медведицы, что придает всей композиции глубокий духовный смысл. Семь мудрецов так называли это созвездие в Древней Индии. На всей территории России оно видно и является незаходящим. А в криптограммах Востока говорится о семи звездах, с которыми связано будущее новой страны. В учении живой этики этой новой страной названа Россия. Картина «Пасхальная ночь» замечательна своим колоритом, своей декоративностью. Яркость желтого, оранжевого, красного цветов на земле контрастирует с сине-голубым цветом неба. Небо чисто весенними красками и состоянием гармонии, величия, торжественности. Одеяние Богоматери и младенца Христа темно-красного цвета, указывающего на царственность происхождения и в то же время символизирует мученичество, напоминая о крови Христа, пролитой во спасение человечества, пролитой за истину. Свет золотистой каймы мафория Богоматери перекликается со светящимся нимбом, придавая образу спокойную торжественность. Желтый цвет, близкий солнечному, золотому, цвет славы, цвет божественный, это торжествующий цвет. Художник сочетает теплые, холодные, нейтральные тона для передачи глубины пространства, что еще более подчеркивает значимость происходящего. Контраст большого и малого, яркого по цвету и сдержанного, скорби и ликования, все это усиливает восприятие сюжета. Сильное красочное сочетание создает впечатление соприсутствия высшего начала бытия, совместного участия в мистерии космического масштаба. Небо в картине едва начинает светлеть накануне нового утра. Весной пробуждается природа, с воскресения Христа начинается новая эра человечества. Рерих воссоздает не только историческое действие, но прежде всего духовное, имеющее вселенский масштаб. Воскресение Духа есть цель всех великих учений мира. Осознание в человеке бессмертного Духа, способного к воскресению, пробуждение этого Духа открывает перед человечеством поистине новую эпоху, новый мир, созидает нового человека. Можем ли мы сказать, когда данное событие происходит? Если понимать сюжет философски, то это происходит постоянно, вне времени, в нас самих. Но если нет воскресения без Голгофы, то справедливо и другое утверждение, что вера без дел мертва. Это означает, что человек только собственными усилиями, напряженной духовной работой над самим собой, распятием собственной самости, эгоизма, может освободить свой дух, возвысить его самопожертвованием и тем наполнить свою внутреннюю чашу, открыть в себе путь к осознанию космического бытия. На обратной стороне картины рукой художника написана фраза «Ныне силы небесные с нами невидимо служат», что придает картине метаисторическое значение. Эта фраза означает на языке живой этики новое понимание реальности пространства невидимого, что является шагом к действительности. Мы не можем гордиться познанием, пока не врастет в сознание наше мир невидимый. Таким образом, в картине прослеживаются несколько уровней реальности. Это земной уровень, обозначаемый движением потока людей, их участием в событии. Другой уровень определяет вертикаль, купол храма, будто упирающийся в небо, далекие звезды, движения которых определенным образом соотносятся с движением Земли. И еще один уровень — это иная реальность, позволяющая приблизиться к пониманию глубины события. Явление воскресения, его постижение, выходит за границу земной реальности, вернее, трех ее измерений, и поднимает наше сознание до границ осознания вечности, беспредельности. Все это не только обогащает суть художественной эстетики, которая дает направление мысли искусству уже следующих веков, но и дает представление о реальности, преображающей наше сознание. Думается, что картину с подобным сюжетом мог написать именно русский художник, глубоко осмысливший лучшие достижения искусства прошлого, но погруженный в русскую жизнь, в русскую культуру, которому близко переживание происходящего события, и одновременно близко осмысление мира горнего, высшего, кому ведомо духовное созерцание и откровение, кто понимает ту высшую реальность, к которой он нас приближает. Решая философскую проблему соотношения бесконечного и конечного, художник открывает перед человеком беспредельность через познавание России, ее судьбы, которая не сводится к человеческим представлениям. Что здесь имеется в виду? В 1936 году Николай Рырих получил письмо от известного писателя Всеволода Иванова, в котором его просто изумили слова о России. И, отвечая Иванову в своем очерке «Россия», Рырих повторяет эти слова. Я приведу только фрагменты. «Россия страна византийских куполов звона и синего ладана, которые несутся из великой и угасшей наследницы Рима Византии и придают России неслыханную красоту, запечатленную в русском искусстве. Россия могучий хрустальный водопад, дугою вьющийся из бездны времени в бездну времен, сверкающий на солнце радугами сознания, гудящий на весь мир кругом могучим утверждением всеславянского бытия. Россия грандиозна, неповторяема. Россия единственная страна в мире, которая величайшим праздником своим славит праздник утверждения жизни, праздник воскресения из мертвых, радуясь заре весеннего расцвеченного дня с огнями крестных ходов под утренним яхонтовым, парчевым, заревым небом». Завершая свой очерк, Николай Константинович, обращаясь к Иванову, добавляет, «Слова эти так верны, так душевны, так красивы, что просто хочется в них еще раз пережить запечатленные образы. Ведь их нужно не только знать, их нужно полюбить. И чем больше мы всеми звуками, красками, всеми иероглифами бытия их запечатлеем, тем больше будет явлено правды. А ведь это так нужно, так спешно нужно. Русская сущность будет оценена тем глубже, если она выявится в своих прекраснейших образах. А сколько образов глубочайших дает Россия? Сказанное и несказанное, писанное и не писанное, как в старинных синодиках остаются неизреченными образы величественные. И в этой еще несказанности заключается та скрытая, народная, та чаша неотпитая, о которой и вы так сердечно чуете. Спасибо за ваши слова России, которые мне так по сердцу. Рерих соотнес образ Родины с образом чаши неотпитой, скрыни бездонной. И обращал внимание молодого поколения на истинные пути ее познания, где изучение прошлого играет особую роль. Тема России в творческом наследии Николая Рериха одна из самых трепетных. В ней его слово о красоте родной земли, о ее людях, тружениках, воинах, созидателях, подвижниках, святых. В этой теме у Рериха образы России, в которых оживает чарующая открытость ее души, готовность к сердечному даянию, непоколебимость в утверждении добра, в чистоте женственности, в мужестве воинства, в мудрости старчества, в высоте духовной силы. В творчестве Рериха, посвященном России, его слово о русской культуре, ее прошлом и будущем, которые связаны единой нитью преемственности, обуславливающей лучшие и высшие достижения. И всегда в образах России у Рериха присутствует обращенность к внутренней духовной жизни человека, что позволило Востоку в связи с этим отметить Россия явит спасение миру. Сегодня она одна держит равновесие мира. В завершении хотелось бы вспомнить слова из раннего стихотворного сборника Николая Константиновича Рериха, где есть такие проникновенные строки. «Поверх всяких России есть одна незабываемая Россия, поверх всякой любви есть одна общечеловеческая любовь, и поверх всяких красот есть одна красота, ведущая к познанию космоса». Так знал выдающийся русский художник, мыслитель, патриот своей родины Николай Константинович Рерих. Продолжение следует...